это вот дорога на потеряевку и вот тут прямо на повороте вот видно вот как идет дорога на потеряевку она неровная и кустами заросло вплотную ветки навеси над дорогой под прямым углом поворот любой скажет что это очень опасно и вот мы приехали с той стороны очистили уже вот показать что я иду маленько тут велосипеды на дальше видно деревне уже я просто спящусь с этой дороги и показать что дорога вот ее видать вон там столбы все там направо которая напорчена дорога идет отсюда направо там большие провалы были на трастики сегодня все это делали куном землю таскает ну и наша как всегда бригада сергей володя никита пришел исааки и потом андрей приехала сейчас андрей пилит володя рубят а я сейчас буду с этим теплой вот он все по маленький мы будем относить вот она где видите как в деревне хорошо то не приехали как его назвать не знаю это мопед вот такая вот штука как его назвать можно раньше бы назвали его мотороллер но сейчас я не знаю вот так вот видите дорога такая вот я стою на углу вот я поворачиваюсь дорога вот она сразу вот она дорога поворачивается под прямым углом ясно дело что это опасно вот андрея дейтика андрея пилит володя тут вот так в городе еще они ничего нет в таком виде они уже в возрасте они на что угодно когда стоевский говорил десятилетие уже развратные десятилетие уже развратные еще сегодня спрашивать нового это только покажи ему вот андрюша уехал в толстые деревья не мог спилить пила слабая ну а тут приехал сын исааки и вот сейчас мы будем убирать дальше вот посмотрите как теперь вот повалили эти деревья вот они лежат убирать будем он повалил их его дорога была перпендикулярно поворот на разъезд и теперь вот уже как я на дорогу встанут свободно вот дорога вот здесь вот и начинается поворот ее видно где из поворота вот насколько увеличилась из-за поворота машина идет ее прямо видать прямо отсюда видать ну то есть выбили этот участок пожелаем немка лидом аурер я припомнил нашел ее ямку я нажила большая яма и она по воскресеньям всегда к нам приходила гизанг бух у них книга песен и мы с ней пели как уж я там пел то по-немецки она с большим акцентом говорила приехала тут потом мы поехали с ней так дружили мы вот ее сын вовку он старше меня был и поехали мы в латвию и там достал я она литеранка была достал ей библию и когда она отошла в вечность я пошел к детям где-то крупный швид был они не дали память о маме ну память по на память а вы-то не верующие вам а зачем она нет не дали ну не бы и не было собрание ее не взял с собой не ходил там и ну то ли знакомые у меня были у меня знакомые были ну не отдали да и все на этом она небольшого роста была такая сель чем-то напоминала еремею анну матвея но в доме которых я получил евангелие первый раз жизни вот это укладывает сейчас ли все эти сущие убрать дорога то вся завалена и дальше уже андрюша приедет как-то после обеда говорит и тогда еще подпилить здесь деревья большие толстая пила коротенькая не может вот так вот оформляем правильно сделать видимость на повороте угол почти весь очищен ну тут работает его брата их отец и сайте вот он работает степа как взрослый носит ребенок 10 лет володя паспинка видите все и отец там он пилит вот на дороге сколько осталось сейчас все вынесут так хорошо все все умеет делать перед под корень берем пошло и второе подпиленное тоже пошло которое все унесет вот и как ведет но а 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 Вперёк от пилин. Вот это ощущение, вот мы смотрим на повороте, с этой стороны если ехать, допустим я показывал как из деревни едут, а сейчас покажу как если ехать с разъезда, ой какая-то траншея, вот она дорога идёт на разъезд под стёкну, ну и дальше выходит на трассу Барнаулу-Мамонтово. Это вот вся улица была деревья, деревню Катеряевка-Мамонтово-Налтайского края, и вот заворачивает дорогу, а теперь всё видать, вот на повороте, вот откуда видно уже, тут можно затормозить, затормозить, на повороте тем более скорость уменьшается, вот это вот хотели мы сделать, и сделали, думали дорогу как поправить, поправили, вот Андрей сейчас дерево. Валит второе. Ну видишь как, ну где-то как в кино видят, а тут всё реально. И убирают, и вытаскивают, и обрубают, и открытое пространство, вот оно как открытое. Вот дорога была, а теперь смотри от дороги сколько видимость, как открытое. Ну и дрова попутно. А мы выгодрили себе столбушки, нам столбы нужны, потому что бетонные, железные мы никогда не будем показывать, как делать. И что делать, когда ничего нету, ничего не сделаешь. А это вот столбик. Вот он смотри, десять лет, тащит какой хорост, сколько. Я пока отошёл, и Саки кидает там. Вот так. Они всё знают как. Вроде подрубают. Вот сколько они уже здесь нарубили. Это всё дрова. Он там заканчивает Андрей. Так, вы тут всё знаете, вам положено где. Вот так и кладите в это место. Все остальные здесь сюда, я пошёл туда на дальний конец, к отцу. Вы здесь трое остаётесь, а мы там двое. Вот так. Вот оно как выглядит теперь. Вот. На дорогу нависало, а теперь вот можно видеть. Это до обеда всё сделали, и дорогу, и прочистили, чтобы было видно. Да не подряд ещё рубили, ещё оставили клён кое-где стоит. А это вот всё, что есть дрова. Это мы работали нам. Это столбушки сделать. Ну, остатки от дороги там эти, оттаскивать только листья-то и всё сложить вместе. Володя с топором орудует. Эй, Володя, глянь, на пути стоит. Развесистая клюква. Вон, глянь, какое. Вон, вон, а тебя пройди, выруби. Это вот здесь всё самое. Казалось, совсем немного. Сколько можно даже посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, не больше десять клюнов. А вот сколько только на дрова. И вот сколько из ветвей. Какие кучи наворочили. Всё, убрали. Всё. Повторяю, это сорная трава. Вот эти пенёчки маленько тоже подправить, Володя. Листики убрать. А то он будет грузить и ему неудобно будет. Не дождётся, Володя, давай отрезать пилой. Ну, сейчас маленько-маленько ещё осталось и домой поедем обедать. Андрейша привёз арбузов с домом. Говорим, ладно, не надо. Время тратить. Надо обедать. Ой. Ты какой-то кураж, поверни маленько, это не видать тебя. Назад, как позерёк, назад поверни. Во! А тут спрятался. Ты тоже поверни. И ты, Итайки, тоже поверни. Володя там, как-нибудь дверь ворочивает. Вот так. Я всё хвалю. Как Иоанн Златоуст говорит о сельском жителе. Насколько это похвально. Ну что, сказал. Поверни, письмо, ворочек. То, да, так, да. Астерики, гляди, какие. Вот тут отпилить надо ещё. У него что-то держится. Сейчас Володя придёт ещё тут, поможет. Видишь, как? Понятно. Мысл понятен. Вот он как, тёпа набирает. Сколько движений делал ребёнок до обеда. Во всех работах участвует. Исакина ещё паспорт получил уже. Крестик, Виктор, Сашинка. Ещё. Ещё. Тащи. Кончилось. Всё. Ну вот из деревни предположим, что едет кто-то. Теперь он ехал. Здесь ветки доставали до дороги. А теперь вот сколько освободилось. Ясно, что можно остановиться, затормозить. На повороте, тем более, не так скоро едут. Вот сегодня пришлось мне сказать о том, чтобы сделать дорогу, идею. Притворённо в жизнь. И вот вспоминаешь там какие-то на меня. Ой, младостарчица Осипов сказал. Ну, какой он молодый, когда 78 лет. И жизнь так прошла, что дня не было, чтобы я проспал. Младостарчица. То есть даже придурками нельзя назвать. И в священных одеждах кто? Гуру, гуру. Как голуби вокруг воркуют меня. Гуру, учитель, это неплохое слово. И вот сказал, что вот сразу исполняют. Это авторитет. Авторитет, подтверждённый жизнью. Так ни один, ни два. Когда я до армии был прорабом, у меня 250 человек, 6 объектов. А мне 20 лет ещё неполных. И все слушались. Видишь? А тут действительно, трем свиньям корм не разделят и толкуют. Ну вот будут они возиться здесь? Нет. Могут показать восстановленную с нуля деревню? Нет. И вокруг моей колокольни мочатся на неё. Зачем? Я разве помешал кому-то? Или захватил чужую территорию? Всё получено. В отделе юстиции зарегистрировано. Община. Деревенская. И деревня. Решение Краевого Совета Народных Депутатов. Вот гуру, гуру, гуру. Это плохое для них слово. А я считаю, это похвала. Их никто не слушается. Ни по форме, ничего. Братья просятся уже на обед идти. Идём. Они с тачкой. Всё уже забирают, уходят. Всё. Уходите, брат. Всё. Вот братья на работе. Володя прибежал, бегом услышал. Слушаются, да, зазомбированные. То есть, такую дурнину гонят. То есть, они не верят в божественное промышление о людях. Что Господь даёт возможность жить дружно, мирно. Вот они работают все. А братья там. Сейчас вот они тачку возьмут. Сейчас я пойду их там сниму. Так, давайте помолимся. Поблагодарим Бога. Я уйду. Шапочки снимайте. Стёпонька, беги скорее. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя за великую милость. Оказывай нам на этом месте. Прими наш труд во славу Твоего Святого имени. Господи, пригороди путь злым, недобрым людям, которые творят пакости. Благослови нас и услыши наши молитвы. Сотвори мир Израилю, Россию, Украине и Сирии, где война идёт. И научи нас ценить это доброе мирное время. Ты дивно велик. Ты достоин всякой хвалы. Слава Тебе. Единый вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, я поехал. Слава Тебе.